В уголовном деле по факту ввода 90 миллионов рублей вкладчиков Татфонбанка в инвестиционную компанию ТФБ Финанс может появиться новый эпизод. Следователи МВД Торстана установили факт ввода имущества Татфонбанка в прошлом году на сумму ни много ни мало 1 миллиард 700 миллионов рублей. Кроме того, следствие сейчас проверяет связь казанских банкиров еще и с офшорными компаниями. Не снимая с себя ответственности, можно сказать действительно, что проблематика, к сожалению, такая появилась. Но есть еще ряд контрольно-надзорных органов в ходе следствия, к которым у нас тоже будут и оперативные работы, тоже, наверное, будут вопросы. Потому что есть надзирающие органы, в том числе и за банковским сектором. Пока следствие занимается поиском пропавших банковских активов, у клиентов инвестиционной компании ТФБ Финанс появились реальные шансы вернуть вложенные деньги. Сегодня Вахитовский район и суд Казани недействительным признал сразу две сделки. Потому как они были совершены под влиянием заблуждения. Интересы истцов, пенсионеров и инвалидов первой группы представляла прокуратура Татарстана. Мы, безусловно, удовлетворены этими решениями суда. Считаем, что это важный шаг в формировании устойчивой судебной практики по восстановлению прав вкладчиков, которые по тем или иным причинам не способны защищать их самостоятельно. Суд своим решением сегодня вернул пострадавшим статус вкладчиков Татфонбанка. А значит, они теперь могут рассчитывать на компенсацию агентства страхования вкладов. Рассчитываем на то, что остальные пострадавшие вкладчики Татфонбанка будут активно использовать сегодняшний прецедент для защиты своих прав путем самостоятельного обращения в судебные органы на местах. На сегодня уже 19 пострадавших клиентов ТФБ «Финанс» обратились в прокуратуру с заявлением представлять их интересы в судах. Ирина Горбунчик, Рустам Залялеев, Телеканал Эфир.